айяна мэрсан и хочется так остальное прям здравствуйте а на самом деле мы с тобой уже сколько лет привет привет как у тебя дела все хорошо потихонечку ну вообще говоря так не говорить говорят прекрасно великолепно как и оказывается настраивает да когда говоришь потихоньку дела действительно будут идти потихоньку не говоришь классно они будут идти к до изначально вставать и говорить я пошла освещать мир своей красотой действительно от настроя очень много поэтому у меня все прекрасно я как бы принципе тебя очень большое количество людей знает на фейсбуке как активного блогера я хочу тебе представить как писательницы потому что мы тогда потому что мы с тобой познакомились на презентации твоей книги тайна панцу да да для меня ты открылась его в первую очередь как писатель я захлёб прочитала книгу просто ты понимаешь вот мы там расстались мы были на презентации пару часов все я вечером прибежала и уже прочитала книгу то есть настолько мне вот было интересно знаешь почему потому что вот живых писателей на самом деле очень редко можно застать человек который написал книгу я тебя знаю мы как будто познакомились пообщались неинтересным было о чем же она пишет и это было прям а и потому что про мигрантов читала то есть ну ты такая молодец ушей и ты пишешь в реалиях и я думаю что в будущем люди прочитав твои книги будут знать и ценить то что происходило сейчас мне очень нравится что повествование очень короткая спасибо что ты это отмечаешь для для людей которые это посмотрим что для меня важно намного важнее в нынешней моей ситуации вообще чтобы меня люди воспринимали не как просто блогера человека который там публично выступает политически активного а воспринимали все-таки мы как писателя потому что я я творческий человек я все что я делаю я делаю исключительно из своих внутренних каких-то эмоций и если какая-то ситуация меня беспокоит я ее проецирую не формате ну там ну случилось да а у меня это все в тройном объеме если я злюсь я злюсь так что это пыль стоит ну то есть вот мое творчество она немножко вот за последние года она трансформировалась в какую-то такую блогерскую активность но на самом деле в глубине души я я позиционирую себя как писатель и все вся моя боль все мои мысли все мои эмоции все мои переживания они потом на самом деле выливаются в странице и поэтому мне приятно что ты отметила мое творчество я как на самом деле вот если у меня спрашивают тоже часто выгорит как с каким писателем себя ассоциируйте я всегда говорю я далеко не толстой это однозначно но я ближе к чехову да то есть я за краткость сестра таланта я не люблю писать многотомники мне нравится так такое чтобы это было читабельно и в то же время не напряжено и на длительное там время ну главные особенности о твоей книге заставляют задуматься это мне кажется вообще круто но мне бы закрыл забыл поставил на полку а тогда когда ты вновь из нас возвращаешься к определенным героям к его мысли он проводит параллели мне кажется это очень но вот мне бы знаешь когда я да я пишу мне именно его смысл всего этого не просто там в какой-то истории до придуманной весь смысл наверное все таки передать действительно какую-то мудрость и же житейскую да несмотря там на на какое то то что я не совсем еще уже старая и седая какая-то мудрость уже все же жизненная есть и поэтому вот мне бы иногда хотелось это передавать но не всегда воспринимается это так если честно многие думают что учена там уже знать молодая девчонка да ну а вот вот те кто читает книги они конечно потом говорят блин ну нифига себе знаешь у меня последние две книги это любовный роман я себя попробовала в этом жанре ты не читала я знаю да я его не издавала бумажном варианте а он есть только в электронном но это было очень интересный опыт для меня потому что я написала прям прям вот прям бульварный бульварный любовный роман интересно мужчины яхты миллионы красивые женщины да ну то есть это вот прям вот я не знаю 50 оттенков серого без только без пуританские без какого-то там сексуального подтекста но это очень ты знаешь для меня это было нас я пока писала я сама ржала весь процесс но очень быстро две части написала потому что там логически нужно было про продолжение приду но я поняла что и это мне тоже нравится надо его рома даже в отношении жалью людские залить тоже мне интересно я вот сейчас себя пытаюсь мне вот последнее вот что я сейчас над чем я работаю я работаю сейчас одновременно двумя книгами трудно своими это фантастика да это что-то связано с инопланетян то что я вот в них верю а вторая это связано с моей там активные виды там про политику и так далее там это больше как мемуары но ты знаешь я вот сейчас анализирую что же мне на что же мне больше нравится я первую книгу вспоминаю она такая подростковая фантастика любовь надо больше такой фантазии фэнтези до волшебство как вот сказка до 2 это прям трэш-трэш такой такой же скачу жизненный который реально случился вот этот любовный роман и к чему я больше и ты знаешь я понимаю что мне очень мне очень нравится писать любовный роман возможно я даже на этом как-то буду дальше себя развивать на этом поприще поэтому я думаю талантливый человек никогда не будет ставить себе какие-то преграды он будет пробовать себя во всем любом все желаете успехов я хочу подчеркнуть многофункциональность помимо того что мы все большой аудитории тебя всегда читаем и смотрим я считаю что ты номер один мейнстрим facebook потому что тебя очень хорошо смотрят очень хорошо читает и обсуждают я как бы не всегда имею возможности с работой активной деятельностью все вот как бы просматривать но я вижу что просмотр бешеные даты ты вот умеешь поймать настроение перенести дух и зарядить людей и в то же время ты можешь акцентировать на проблеме то есть на самом деле влияешь на это это вот мне кажется это очень крутой такое качество многие пробуют делают пишут стараются но нет зрителя нет человека который нет это я вот я с тобой согласна с тем что действительно мало кто умеет красиво говорили но есть одно большое но ты знаешь это вот за три года вот этой моей активной жизненной позиции я убедилась в том что люди даже если слышат какие-то правильные вещи они не всегда готовы их принимать абсолютно абсолютно и я пройдя через этапы отрицания принятия и так далее все смирение через все эти этапы пройдя есть на сегодняшний день я понимаю что под любой контент во первых найдется свой зритель это раз а во вторых людей невозможно переделать путем разглагольство то есть то что я изначально планировала и хотела вещать говорить правду достучаться до умов использовать правильные грамотные красивые слова ты не поверьте я понял первые полгода своих эфирах разговаривал исключительно высоко литературным художественным языком эти эфир смотрели два-три человека первые там три-четыре месяца не когда ты перешла как тоже я перешла не кэшу как только я пришла к нецензурной лифт а вот тогда мои эфир ну конечно это чай путь одновременно человек то есть этот нет это же не хайп это в принципе части все то же самое все то же самое но только эмоционально и не подбирая слова и я когда вот эту разницу поняла я думаю окей хорошо давай я возьму эту нишу я человек как который пишет я я умею говорить на руку разных языках я могу говорить на хвостах художественная могу не цензурно выражать без проблем если вам понять не так давайте я буду вам доносить там но в итоге это все трансформировалась в то что ты знаешь те кто слушал и литературный язык они продолжали слушать и им в принципе потому что они слова не смыслова для остальных людей ты понимаешь все таки картинка картинка намного важнее и вывод один большой который я для себя делал тебя не слышат им важно им важно видеть и сейчас мы живем во время во времена поколения визуалов на клиповое мышление но в опять-таки благодаря ему у нас твой видеоинтервью значит айджана марстан писательница активная активная гражданская позиция значит актриса замечательная комедийная была да а значит человек читающий курсы и тренинги по асторителлингу я мемуары людям человек еще который ты байером еще байер это как увлечение слушай но это очень здорово когда у человека столько во-первых энергии чтобы столько проектов реализовывать во-вторых постоянное стремление к чему-то я очень уважаю и вот один скажи пожалуйста вот у нас передача про жизнь вот всегда ли ты хотела такой активной жизни где ты берешь столько энергии на самом деле вот знаете знаешь классный вопрос почему потому что это вопрос сейчас в тему а вы у меня сия я говорю вот после всего того что там в на последнее время происходило я просто для себя поняла что я себя знала очень поверхностно за счет из каждого утюга кричат про ассула на листах на реализацию познай себя и так далее я очень скептически ко всему это было настроено но меня судьба сама вывела вывела в те моменты когда я начала копаться и задавать себе вопрос так кто же ты я на ты кто чего ты хочешь от жизни в чем твоя главная цель есть у тебя еще какая-то миссия наверно вот ты дожив до 38 лет ты что сейчас из себя представляешь куда ты идешь и самое главное чего ты хочешь дайте дойдя до конечной цели и самое страшное что я не смогла ответить на этот вопрос чего же я хочу в конечном счете у меня была какая-то эфемерная эфемерное представление о том что я хочу спасти мир человечество дать что-то оставить след свет светить и возможно осветить путь поделиться чем-то да а потом я пришла к выводу что опять же благодаря проработку благодаря работе с психологом и так далее и тому подобное я поняла что наверное самое главное осознать вернее понять свое место в этом мире и вот от того что ты хочешь а хотеть спасти мир это не не твое желание это твоего его думаешь дали его другому не надо здесь чтобы вы спасали там ты абсолютно что ты просто когда понимаешь чего ты на самом деле хочешь ты начинаешь смотреть на жизнь немножко по-другому и ты начинаешь идти в те моменты вот игрушек куда у меня столько энергии энергии на самом деле я очень устаю правда я у меня физически не хватает я одновременно веду пять проектов и я понимаю что мне нужно два часа уделить сюда три часа уделить сюда полчаса сюда и я по второго лягу спать ну то есть я понимаю что я физически вот ну я человек дедлайнов на я могу полмесяца значит ходить в кофейне пить кофе болтать с подружками да спокойно расслаблено а потом за две недели выполнить всю работу так что просто комар носу не поднял на то есть я вот знаешь энергии питаюсь именно от общения я кайфую болтаю я кайфую находясь в компании своих друзей близких мне людей я безумно люблю вот этот вот коннект энергиями обмен когда происходит вот мы сейчас с тобой сидим я проснулась ты понимаешь что вот нет кофе не нужно мне достаточно вот этой вот энергии потому что я человек коммуникатор я люблю общаться и энергия оттуда приходит ну и плюс еще знаешь неправильный тайм-менеджмент и все хорошо фейсбук как бы мы с тобой уже не оценивали его когда он только пришел к кыргызстан зародился здесь как такая активная стальная сеть что он нас приведет к сегодняшнему до тому что все и вся начиная с доброго утра и заканчивая поздней спокойной ночи происходит там и с одной стороны здорово как бы да что есть возможность узнать кого-то чего-то вот мы пока фотографии видишь ты человека не знаешь пока и не почитаешь его мысли да а с другой стороны столько информации и столько лишь вот как ты относишься к тому что в сети очень много информации происходит не самый на самом деле полезный как-то к этой части фейсбук относишься ты знаешь я на самом деле вот буквально позавчера давала глубинное интервью этому международному проекту они спрашивали как раз про язык вражды в интернете и там очень такое обширное было интервью мы очень глубоко залазили в эти темы но я тебе могу поверхностно заказать пару пунктов которые я для себя поняла пока отвечала да на вопрос для меня очень важно было в какой-то момент принять тот факт что я не могу повлиять на эти вещи я понимаю что в интернете в любых социальных сетях в любом паблике где много людей невозможно устанавливать никакие правила ты знаешь на толпу правила не распространяются поэтому здесь нужно исходить только исключительно из собственных запросов если ты позиционируешь себя как блогер и ты хочешь делать какие-то хорошие вещи ты их делаешь у тебя собирается определенная компания людей возможно там твоих единомышленников и ты должен выяснять да ну то есть вот таким вот это это работа на самом деле вести социальную сеть это большая работа понимать где у сидит фейк где у тебя сидели тролль да где у тебя сидит хейтер где у тебя сеть и на каждого из них должен быть определенный свой контент и подход и поверь мне я вот на своем опыте убедилась что даже с на взрослые хейтеры даже взрослые тролли которые на этом зарабатывают с ними можно договаривать да нет потому что за каждым аккаунтом сидит человек нам достучаться вот теперь еще одна твоя грань психолог открывается из камер да и слушай я чем больше с тобой сижу мне обратно вспоминается что сколько всего касса тобой было сделано дорогая кандидата депутаты было было до дела и сейчас очень важный и классный проект у тебя про жира правда про похудение на самом деле очень я тебе благодарна потому что как бы большое количество людей не среди моих знакомых страдают как бы такой проблемой что они не знают как питаться где питаться и ну и потом к сожалению страдают от каких-то последствий ну дым его у нас много синтетики очень много что тогда есть органика дорогая становится да то есть как бы и тут приходит ответ от альяны то есть первое это принять решение верно самое сам я на самом деле я я я когда поняла что мне нужно в это идти когда идея зародилась жиротопки я поняла что а это и не знаю я вроде образованный человек я вроде социально активны но реально не знаешь чего начать слушай а чуть делать куда идти я первое что у меня пришло на ум блин у меня где-то было девчонка подружка моя которая там сама походила да я ей звоню говорю вот так это как она ведь я сейчас нутрициолог давай поговорим мысли я когда с ней встретился игр что делать легко и просто идешь к врачу сдаешь анализы там та-та-та-та-та-та-та-та и целый уже список да был но это было опять же понимаешь это было нужно было пойти озадачиться выяснить и начать этот процесс помимо всего прочего это огромный день конечно огромные ты просто себе не представляешь какие то есть сколько бы я истратила денег вот начав этот проект я даже считать боюсь благодаря тому что у меня есть там где-то знакомые где-то кто мне помогает сейчас в проекте да конечно я рассчитывал что это вообще будет планировала будет такой проект где вообще будет какой-то один большой спонсор данного такого спонсора мы пока не нашли и поэтому мы делаем все своими руками у меня есть мой карманный режиссер оператор который ходит за мной периодически она же и монтажера потрясающая девочка да и вот моя команда состоит из двух человек я и вот она в одном лице человек оркестр да и мы сейчас это делаем все на собственные средства собственными силами и ты знаешь я вот так смотрю на там мне пишут из россии пишут из украины мне пишут из азербайджана говорят айджаночка мы смотрим да у нас тоже там дорого да и я понимаю что я делаю такое дело которое на самом деле не имеет никаких географических границ то есть это нет нет вообще преграды для для того чтобы делиться какими-то знаниями а я сейчас через это прохожу и мне хочется этим делиться да я понимаю что пока это не профессионально пока это возможно там кустарно немножко да но это на первых порах потому что проект только начался я только начала в это заходить но сама понимать что как поэтому вот ты знаешь жиротопка это такой проект который в большей степени направлен не на то чтобы я похудела а этот проект больше направлен на то чтобы ты протаптываешь дорожки все люди вместе со мной увидели вообще вот этот путь и прошли и какой результат будет это уже не так важно важно тот путь который мы пройдем это очень замечательно потому что иногда самому прокладывать дорогу через все же выпавший снег тяжело а если там есть уже тропинка то ты знаешь таки кто-то позаботился замечательно слушай я вот сейчас обратно прихожу к осознанию ты это ты не просто насыщаешься энергии от общения ты оказывается еще и человека заставляешь задуматься я сейчас проанализировал все твои роли за все эти годы сколько я тебе знаю я поняла насколько ты чувствуешь общество и его потребности ты всегда настолько ну или может это мое заключение но ты создаешь проекты которые возможно нужны на данный момент обществу кажется комедийная актриса мы посмеялись ты подняла настроение показала себя окей депутатство это тоже своего рода забота о нас потому что ты готова была взять на себя ответственность принимать какие-то решения жиротопка это забота о здоровье людей блогерство ты слушаешь людей ты и отвечаешь ты даешь кому-то рекомендации очень часто я вижу комментарии когда тебе люди искренне благодарны богатая на спасибо вам я очень часто слышу или читаю когда они говорят то есть ты живое отражение не за отклик того что обществу надо слушай ну я с этой точки зрения есть честно я только сейчас к этому пришла потому что вот ты говоришь про это да и мне знаешь наверное как-то не скромно о себе там хорошо что-то слишком раскладывать твое право остается но я могу сказать точно то что не то чтобы чувствую но вот у меня как-то так получается что я всегда иду в туда где где мне во первых сама интересно а во вторых там где я могу быть полезна вот для меня очень важно у меня какой-то синдром спасательный знаешь на самом деле кому-то не говорит мне вот у меня тянет пойти кого-нибудь спасти это как у меня подружка знаешь она на меня смотрит что-то я рассказываю там эмоции там этот она она на меня стыдно то-то-то-то-то-то она мне таким образом напоминать давай 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 спасать себя начнем ну то есть ты классно можешь людям помогать ты можешь очень много для людей делать сделай вначале для себя ну то есть ты миллионе ну еще вообще как бы нет ну вот давай начнем с того что ты творит твердо будешь стоять на ногах а потом ты будешь уже подтягивать всех остальные и и все то же самое касается там личного 1 и так далее да и и это правда но то есть и мне об этом очень много говорила наших троллей нашу тролль фермы они же сидят они находят же самое больное вот это вот договыряться до туда да и я вначале плакала в подушку это было очень тяжело я знаешь очень долго пыталась смириться с тем что я же хорошая почему вы меня так обижаете ведь я же я же так думаю о вас продумаю я же не хочу вам плохого мне хочется просто вот ну я делюсь и это выглядит наверное где-то жалко это наверное выглядит это где-то странно сми наиграна даже но это правда я была абсолютно плакала папа в начале и потом но каждый раз включая камеру натягиваешь улыбку и выходишь и говоришь нет ребят ну давайте подумаем вместе и они мне много раз говорили а ты вообще ты себя в зеркало видела у тебя дети есть у тебя муж есть куда ты лезешь идя на чему ты пытаешься там нас научить ты тут я вообще у самой ничего нет и я все это пролистывал пролистывала переживала а потом я вчиталась я же вчиталась и я вдумалась я не права они действительно права я не имею права никому ничего учить ну как я могу учить родителей воспитанию если у меня нет своих детей например как я могу учить людей зарабатывать деньги если я сама их не заработал то есть действительно человек должен делиться только тем чем он может делиться отсюда начались мы своим пройденным путем стори тейлинга отсюда началась моя жиротопка это то что я могу дать сегодня и это здорово да потому что это твой пройденный путь и и он и вызывает доверие потому что но допустим я тоже не пойду до к тому человек который сам не прошел какой-то это и начинает вольт про дурак сейчас очень-очень много стало давай так идеальная жизнь по версии айджана марса в чем состоит такой вопрос жить каждый в том месте где он где его корень нового жить в таких условиях в которых живут люди живут заметь я говорю живут они выживают потому что мы выживаем и я как человек который много путешествовал по миру видел множество страны богатых и бедных и я понимаю что я нигде не буду счастливее нежели чем у себя на родине как бы меня не влекли какие-то там дали до тех технологий красивые места моря и я понимаю что ничего вот висит картина у вас прекрасно как-нибудь ее покажите юрий левчук рисунок на шелке потрясающе я вот я у меня глаза не я не могу отвести потому что там же и флаг там же на уровень но то есть я хочу сказать что нет на свете место где ты будешь счастливее чем у себя дома для меня идеальная жизнь это тогда когда я дома могу быть дома я прихожу приходя домой живя у себя дома я чувствую что я живу что у меня есть завтра у меня было вчера у меня прекрасное настоящее и я глядя на своих детей я понимаю что будущее еще и еще краше чем то что я имею сейчас то есть для тебя вот в этом состоит до идеальной жизни да и ты считаешь что я не понимаешь я сейчас на сегодняшний момент я счастлива в любой момент но я просто понимаю что я просто понимаю что идеальная жизнь на сегодняшний день она пока просто утопичная картинка немножечко это да это вот тоже к чему я хочу прийти то это то о чем я мечтаю там кыргызстан страна нобелевских лауреатов понимаешь мне хочется быть но нобелевским и я готова бороться до конца за это звание поэтому знаешь вот я мы вот яхта самолет ну что ты еще можешь купить ну ракету ладно и он маску же играет радатом мальчик вайфай уже раздает там чон там планетку поедет ну у человека каждый человек ограничен только своими вот да и своими собственными страхами запретами и так далее ну нет предела человеческому развитию вообще только в нашей голове они все эти границы и ну это ведь все материальные вещи вот все что мы имеем трогаем это это настолько приходящие ведь намного важнее намного важнее то что ты оставишь после себя намного важнее то что то что даже не не после себя а во время что вот скажут про тебя здесь и сейчас что ты сам можешь чувствовать пройдя по дороге идя по улице да ты можешь либо смотреть в пол потому что ты обманул украл ограбил да даже на яхте но или ты можешь идти с вексаком поднятой головы говорит а я молодею а это не перекликается с пресловутом или мне дэйт или мне дэйт это на самом деле очень страшная штука вот это вот оглядываться постоянно на то что скажут люди вот вот эти вот все просвещенные которые говорят нам уходить в осознанности заниматься только собственной жизнью они глядя и люди но мы не можем так мы живем в социуме понимаешь и то есть хочешь ты не хочешь социум будет как-то тебя оценивать и твое тоже в том числе оценка самого себя тоже будет перекликаться с оценкой социума с этим пока ничего не сделаешь увы ты можешь только ну я не знаю ты наверное можешь либо куда-то в тибет уйти и отказаться от всего и всех и сидеть там и говорить я в дзене и мне норм либо ты можешь наверное как-то адаптировать свои хотелки хотелки социума и по крайней мере не делать так чтобы она влияла на тебя на твой выбор и на твои на твои планы потому что социум может тебя загасить однозначно ну чтож еще одна твоя черта которая мне очень нравится несмотря на то что ты уже сама упомянула что в эфирах ты можешь и матерное слово и эмоцию включая старается но это не дает самого первого дня знаю как очень нежную добрую ласковую девушку который безумно любит свою маму обожает своих племянников поэтому мне кажется все столько любви я очень тебе желаю чтобы ты всегда вот этой любовью и к своей стране вот на картину смотришь чтобы не угасала это любовь чтобы она только росла в твоей душе и ты смогла здесь реализовать все к чему ты стремишься и чтобы каждый раз удивлялись вау еще один новый проект одинка я желаю тебе удачи приходи к нам мы всегда тебе рады с удовольствием спасибо что пригласили приглашайте еще и вам процветание вашей вашей передачи чтобы были миллионы и миллионы просмотров спасибо давай вот так спасибо Продолжение следует...